Как и я ходил. Хафизулла, мой младший брат, по юртам везде разнес. На новогодний москарат приедет Дед Мороз. Такую новость сам Хафиз создать бы не сумел. Счинали много падал вниз и в месяц раз болел. Я говорю, Хафизулла, кончай, короче, брат. А он, учитель Сайрула, не будет заря болтать. Ну ладно, я сообразил. И стукнув барабан, запряк осла, что пыл возил. Поехал сам Арканд. Дорогу думал, что спешит, заеду минарет. Кто мог такое разрешить? Мула, расскажите мне. Когда я новость передал, ответили мне, мула, что, видно, сал потреблял мой брат Хафизулла. И снова топчет мой осел Тарантула в песок. Так день, за ним другой прошел, как вдруг я за ним мог. Пришлось мне спешиться со села и лечь под Саксаул. Мой хитрый брат Хафизулла небось уже заснул. Я размышлял, теряя ум, быть мощно совсем. Но тут в кармане я изюм нашел и сразу съел. Потом я ехал долго так, потом халат терял. Потом нашел чужой пиджак, а села на сыре заменял. Зеленый поезд меня вез через большой ары. Павлином выл электровоз, а я здоровый месенник. Меня среди ночи разбудил какой-то человек. Сказал, чтоб я не уходил и запер туалет. Не помню дальше ни с чего. Меня освободил большой начальник из депо. Он с фонарем ходил, трясясь по шпалам на ветру. Побрел я на огне через помойку и пургу. Самед впереди большой каменный аул с домами дворяда. Дрожал я сильно, руки дул от холода тогда. Меня окликнул оксакал с широкой бородой. Эй, ты что, совсем упал? Поехали со мной. И вот я дома. Тот старик, халатый с мешком, В пути со мной дружить и привык. В ауле мы шли пешком. Крутилось по ветру зала. Кишелак, как и было, стоял. И сам учитель сайрула при встрече руку жал. Хафизула, сказал он мне, Ушел я тебе искать. С тех пор не видели нигде. Совсем ушел видом. И сиди себе мой спутник, как сокал. Раздул свой круглый нос. Потом подпрыгнул и сказал. Салам, я Дед Мороз.